Привет! И сегодня у нас очень занимательный выпуск. Самодельная ракета, которая отправилась в космос. Наивысшая скорость аматорской ракеты. Самая большая пиротехническая ракета. И все самое, что связано с любительским ракетостроением. И поехали! Это запуск большой 180-килограммовой ракеты В-2, созданной конструкторами-любителями Бурл Финкельштейном и Мэтт Батлером, прошел успешно, как и ее приземление на парашюте. Над созданием этой двухступенчатой ракеты трудились более трех лет, проводя тщательные исследования и пробные запуски. В результате, в 2015 году ракета под названием «Феникс-4» была запущена на площадке пустыни Блэк-Рок в Неваде. Она достигла высоты 96 тысяч футов или 30 километров и сняла видео из стратосферы, а после приземлилась всего в двух милях от площадки без повреждений. Рекорд среди самоделок, построенных студентами. В городке Керуна, расположенном в Шведской Лапландии, студенты местного университета запустили в воздух ракету на гибридном топливе. Закись азота располагается в баллоне выше, в первой ступени, твердое горючее ниже. При полном воспламенении горючего клапан открывается. Азот, проходящий сквозь твердое топливо, ускоряет реакцию горения. Ракета Герои-3 поднялась на высоту 106 тысяч футов. Это 32 километра, а ее максимальная скорость составила 2600 километров в час. Несколько американцев во главе с инженером Дереком Девилом осуществили успешный запуск ракеты, которая достигла высоты в 36 километров всего за 92 секунды. Достигнув максимальной высоты и пробыв в воздухе 8,5 минут, ракета весом в 145 килограммов благополучно приземлилась. Ее максимальная достигнутая скорость 3516 километров в час. Запуск в космос или самый высокий запуск аматорской ракеты в истории. 385 тысяч футов от земли, что равняется 116 километрам над уровнем моря. Ракета Го-Фаст длиной 6 метров и диаметром 21 сантиметр, использующая в качестве топлива, перхлорат аммония, взмыла в воздух на умопомрачительную высоту в 116 километров и достигла максимальной скорости в невероятные 6760 километров в час. Это мировой рекорд! И хотя границей космоса считается высота в 118 километров, этой малютке можно честно присудить звание первая аматорская ракета, которая побывала в космосе. Успешный запуск и приземление самой большой в мире модели ракеты Сатурн-5 состоялся на фермерском поле вблизи Прайса, Мэриленд. Ее создатель Стив Ивс в течение двух лет работал над проектом ракеты высотой 11 метров. Это масштаб 1 к 10 к натуральной величине. И вот после стольких трудов Ивс держит мировой рекорд по запуску самой большой любительской ракеты. К восхищению всех присутствующих при запуске корпус ракеты даже приземлился вертикально. В очередной раз пустыня Блэк-Рок, Невада. Но на этот раз запуск суперскоростной ракеты, которая меньше чем за две с половиной секунды, достигла скорости звука. От 0 и до 1,6 маха. 1950 километров в час всего за две с половиной секунды. Невероятно. Создатели этого сверхзвукового объекта – энтузиасты Дэвид и Джон Роббер. Ракета на водяной тяге поставила и свой рекорд. Совершила два успешных полета. Первый раз на высоту 418 метров. Второй раз, повысив давление, ракета достигла высоты в 534 метра. Это может показаться невероятным, но аппарат поднялся в воздух без всякого топлива. Лишь вода и энергия сжатого воздуха. Безусловным хитом любительского ракетного двигателестроения являются так называемые карамельные двигатели. Ведь рецепт карамельного топлива прост до неприличия. И в результате рекорд книги рекордов Гиннеса и самый высокий полет двухступенчатой ракеты на сахарной карамели. 12 километров. Ее создатель Фил Вулкович был обычным штукатуром, который днем тянулся к потолкам, а по ночам мечтал дотянуться до неба с помощью сахара и селитры. В своем доме в Окленде он собрал ракету длиною в 2,4 метра из разновидности стекловолокна, используемого для изготовления рыболовных удочек. И как видите, очень успешно. И напоследок. Самая большая пиротехническая ракета в мире весом 97 килограммов взмыла на высоту 250 метров. Это произошло в сентябре 2014 года и также попало в книгу рекордов Гиннеса. За считанные секунды ракета со скоростью 230 километров в час достигла максимальной высоты. Все затаили свое дыхание в ожидании кульминационного момента. Субтитры создавал DimaTorzok